как самочувствовал динькова дозвониться не могу раньше были длинные гудки сейчас вообще не доступен единственное что скажу раз новостей нет значит жив а у него такая страшная операция была что я могу только догадываться что лежит реанимации и лежит тогда еще сказали стабильно тяжелая это такое общее понятие подскажите где приобрести хороший секатор чтобы не мял тело веточек и хороший нож для привек секатор я привык так нож для привек я на тот раз не ответил начну со второго почему потому что мне этот вопрос давно задали а я его все время мне несколько вебинаров уже заготовлено и в одном из них ответ на ножи я что должен сделать нож который у Сергея который настоящий который дорогой который из Германии называется зеленгер зеленген вот и надо чтобы он был из Германии из Китая подделки есть так вот значит у меня показать его не могу он у меня есть фотографии но я не готовил к этому вебинару вот нож номер два по качеству вот он мне подарил догадательство Антон Сергея Цапронова Антон Валерьевич он партию закупил когда-то относительно недорогие мне подарил и остальное продал больше по-моему этим не занимается выглядит он вот так у меня есть фотографии чтобы можно было разглядеть маркировку вот потом мне прислали два ножа говорит Валерий Костянович я вам высылаю при 8 лет то это казалось те сопли вот эти вот они в основном применяются эти сопли в этом рулончик в этом сантехнике да вот а их берут значит пишут нож а это дешевый нож двусторонний заточка так вот он видите вот ему только хлеб можно резать ну массу тоже возьмет сможет вот и значит а перетачивать этот лучше вообще мне пользуется потому что откуда я знаю какое у него лезвие твердое нет перетачивать даже не желательно он называется на самом деле окулировочный ради вот этой пяточки видите эта пяточка для чего раздвигать кору когда вот так вот раз разрезал раздвинул кору вставил туда почку с этим так называемая почка с когда она вырезается вместе с пяточкой ну в общем пяточку назовем вот и у нее еще есть второе название щиток щитком или с пяточкой вот так вырезается а вот это он правильно называется окулировочный и он называет привычным он двухсторонний заточек он не годится на привычку вообще и может только калечить вот добавляет рулончик называет это набор для привычки вот и мне такой прислали и это довольно частное явление почему я так говорю смело откуда я могу знать там миллионы садоводов приводит а потому что я приезжаю в Москву я приезжаю уже на свой семинар не туда где меня микрофон отключили а на свой семинар вот третий день на второй день я говорю друзья вот я завтра буду когда времена закончится останутся те кто хочет привать я буду целый час рассказывать как привать просьба привозите с собой привозите с собой привычные ножи у кого есть или купите потому что это дело серьезное и так далее вот привезли 20 человек округляет 20 человек привезли привычные ножи настоящий нож с односторонней заточкой был у одного у 19 были эти ножи я сказал выбросьте их а нет хлеб режьте ну вот в таком плане потом мне присылает еще один подарок вот увидите он вроде бы тут грубое все потому что двусторонняя заточка это вот видно там нет что я показываю а вот этот нож почти лучше его еще точить точить смотришь и может обрезать ну почему ему должно быть неровное лезвие ну почему чтобы она нашла пропеллера то есть это фантазия чья-то видите и получается из трех ножей мне два подарили а и этот подарили мне подарил его этот самый Антон Валерий Сафронов вот он настоящий нож если видно какие-то маркировку или хотя бы посчитайте они обязательно когда рекламируют там есть фотографии ножей или посчитайте заклепки вот попробуйте достать настоящий нож ну а что касается секатора и секатора вот нет под рукой он называется секатор с храповиком то есть нет не так храповик это устаревшее название секатор с секатор с храповиком то есть раз нажал чуть-чуть нажалось отцепы всего второй раз третий раз где-то с третьего раза толстая перерезает белый такой ну в общем может как быть сейчас сейчас покажу он мой любимый хотя за счет усилия легкого остальное труднее усилия но бывает немного он немного мнет сейчас увидите пусть бы мне рекламодатели тоже пол-литра подарили служит очень долго очень долго надо не забывать все время тут почищать и вот тут вот чуть-чуть по это самое чуть-чуть ну легонечко раз 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 там камушком допустим все и он легко точится и все и этот нож у меня этот секатор служит несколько лет очень легко перерубает толстая ну два три приема раз два три раз два три вот такие ветки перерубают ну а дальше уже есть специальные секаторы с такими ручками с такими ручками а это мой любимый хотя допустим сергей считает что у него есть лучший секатор а я считаю что мой лучший в общем вот чем богат тем то и пока идем дальше десногорск добрый вечер алька семья в восемнадцатом году посадил сажен шелковиц ухты а где десногорск у меня память подводят в европе или в Сибири в восемнадцатом году обильно цвела так погодите в восемнадцатом сажене двосатого цветет да еще не привитый в итоге удалось попробовать одну ягодку все цветки облетели предполагаю что в момент цветения было холодно либо дерево еще в детстве не время плодоносит лишь в детстве либо требуется опылитель значит моему я шелковиц плохо знаю я запомнил в детстве и уже взрослым приезжал в Украину где там огромное дерево плодов немерено жрали все все это я и эти все все утки куры и эти и все все коммунирии вот вкуснючие только что пачкает сильно моргать так и что я почему это говорю то есть ему опылитель не нужен был ближайшие 300 метров не было ни второй шелковицы не было а может быть и километров и вообще я все деревни видел только одну а она прекрасно плодоносила то есть именно моей не требуется но я говорю осторожно а вашей требуется не требуется я не знаю почему есть вещи которые мне непонятны я пытался изучить в одном месте пишется если дерево если семечко если дерево мужское женское садить надо рядом чуть ли не в одну лунку или хотя бы вот на таком расстоянии и тогда они друг друга опылят вот я когда моя заплодоносила оказалось что десяти пять зацвело пять так и не цвело но это семечко то есть тут все правильно половина а потом когда я достал совсем другое дерево замерзши напрочь на веточку смог срезать и укоренил и дал новую жизнь уже другой совсем она выросла и не собирается даже не имея мужского этого не имея мужа она не собирается не плодоносить то есть плодоносит без запылителя вот скорее всего это какой-то совсем другой вид шелковицы так теперь шелковица не цветет в прошлом году не прошлые семена оставила в одноразовую баночку рядом с грядкой в баночке были землей или без земли естественно солнце было но ничего или без земли но ничего не прошло из-за того что я уже высадил так то есть это вариант отрицательный то есть собеска вам не помогло ну еще другие причины а высушить насос собретение надо пробовать но маловероятно надо до конца проверить ну Александр Николаевич извините вы из лидеров если нас назвать сектой то вы где-то второй третий в этой секте если еще меня не уволили так цветы бывают весенние и летние и осенние все семена изначально находятся в земле но всходят каждый свой срок картошка посаженная среди лета не вырастет ну не знаю этот как его звать что значит это память лисенка вырастет селевожка кто должен быть арбитром два высших образования так Татьяна Кошечкина Валерий Васильевич Сергей Латинков не знаю на данный момент этот факт венитром Продолжение следует...